Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы будем с вами говорить про молодые саженцы винограда. Саженцы двухлетние, которые у нас плохо вышли с зимы. Например, что с этим делать? Поговорим о том, как их нормировать, как формировать. Ну, коснемся каких-то таких нюансов. Очень часто вы задаете вопросы, что делать? Саженец после зимы не просыпается, не пробуждается. Можно ли что-то сделать, либо он уже погиб. В общем, что делать в таком случае? Что делать в таком случае? Не спешить. Дело в том, что у саженца по каким-то причинам могла погибнуть, например, основная почка, могла очень плохо вызреть древесина в прошлом году. Всяких, может быть, много разных причин, плюс природные катаклизмы. В одном из видео я рассказывала это, но остановлюсь чуть поподробнее. Смотрите, значит, первое, что нам нужно сделать, это немножечко откопать саженец, чтобы земля прогревалась, и прикрыть его. Можно бутылкой, можно пленочкой на дужке. Но здесь пока что дужки стоят, пока была опасность заморозков, я еще прикрывала. То есть неважно чем, но создать такие тепличные условия. Вот на самом деле, если я вот так вот сейчас спрячу, то можно было бы считать это саженец умершим. Вот эту банку я поставила ему неделю назад. И видите, вот пошла пробуждаться почечка. Все, теперь она уже будет расти. Моя задача, ну, только ее сберечь, чтобы она не обломалась. Поэтому не спешите выносить вердикт, сейчас у нас конец мая. Но эта весна была очень тяжелая и холодная, еще недавно совсем были заморозки, поэтому все это притормаживается. Земля фактически только стала прогреваться. А если растение было чем-то ослаблено, оно может пробуждаться очень долго. Значит, помним, обкапываем немножко, откапываем, вплоть до росяных корней можно откопать. И чем-нибудь прикрыли. Результат, видите, у меня результат появился за неделю, может быть дольше. Все зависит от того, насколько у вас заглублено и где была почка. Сколько держать под бутылью? На самом деле, если бы сейчас было где-то 9 мая, то можно было бы уже снять. Но, повторюсь, сейчас уже конец мая. Поэтому такая тепличка импровизированная, она даст возможность быстрее растению прийти в какое-то такое нормальное состояние. Поэтому пока что держим. Вот вырасти там сантиметров 10-15, тогда можно убирать. То есть в этом сезоне мы держим вот эти штучки гораздо дольше. И сейчас мы с вами поговорим, как нормировать и формировать саженец на второй год. Я покажу специально на нескольких примерах, чтобы вам было нагляднее и чтобы вы понимали, как и что делать. Итак, смотрите. Вот это саженец высажен был в прошлом году. Он рос хорошо. Я вам оставлю под этим видео ссылку на ролик, где я подробно рассказываю схематично про формировку. И там в конце я говорю, что все зависит от силы роста саженца. Он может быть такой. Он может быть такой. В классике у нас бы вырос один побег, на котором бы вот так вот пошли расти две почечки. Ну и мы бы их оставили. Ну и у нас саженец был с двумя побегами. Смотрите. Вот это побег прошлого года и вот это побег прошлого года. То есть фактически можем уже формировать четыре рукава. Смотрите. На вот этом побеге у нас две почки. То есть вот эти две почки, по идее, мы можем пустить сейчас расти. И они нам дадут два рукавчика. Но смотрите, обратите внимание, вот этот побег большой, хороший, вот этот маленький. Я пока не спешу его удалять. Но если у них и будет такая разница в росте, вот этот я уберу. Смотрите, что у нас происходит с этим побегом. А здесь очень много всего. И вот это оставлять все не стоит. Что убираем? Вот это слабенькое, непонятное. Убрали. И здесь, смотрите, получается у нас практически с одной почки двойнички, особенно вот эти маленькие. Убрали. То есть здесь мы можем оставить сейчас... Что-то у нас верхушечку кто-то отъел. По-хорошему нам надо оставить два побега. Но развивается хорошо, поэтому пока что не трогаем сильно. Смотрим, есть ли еще какой-то двойничок. Мы его выламываем. Ну вот у нас, скажем так, без верхушки остался побег. Мы его тоже убрали. Пока что оставляем. Ну вот здесь посмотрим, чуть-чуть пусть подрастут, какой из них нам будет удобнее. Его оставим, а остальное уберем. То есть оставим два, либо три. Кстати, смотрите. Гроздочка. То, о чем я говорила, что на второй год можно получить урожай. Если будет нормально развиваться, вот этот побег мы оставим. Получим эту гроздочку. Посмотрим сортовую принадлежность. Ну, в общем-то, будем следить дальше за развитием вот этого кустика. Вот еще покажу на примере этого кустика. Смотрите. Видите, если мы бы убрали вот этот, это тоже второгодка. Один побег. Прошлогодний. Две почки. Все, в классике мы растим эти две почки. У нас на молодом саженце было два побега. Вот побег прошлого года. И вот побег прошлого года. Видите, здесь проснулась только одна почечка. То есть, в принципе, вот мы видим, они все приблизительно одинаковые. И пока что мы их можем оставлять. В прошлом году куст хорошо рос. И вот этот, и вот эти. И смотреть за их развитием. Если кто-то будет отставать, тогда вырастим только два рукава. Если они будут нормально расти, оставляем три. Смотрите, это тоже у нас саженцы прошлого года. Правда, по весне я их пересаживала. Но получилось, что слабенькие были. Я их даже рядышком посадила. Здесь у нас один тоненький. Вот он, прошлогодний побег, и одна почка, все. Но нет второй. Значит, мы выращиваем один хороший полноценный побег. И уже на следующий год оставляем четыре почки. Может быть, даже больше, в зависимости от того, как он будет расти вот этот год. Смотрите, со вторым что? Со вторым у нас раз, два, три, четыре почечки живые. Но по-хорошему, в классике, оставить надо две. Ну, смотрите, вот у этого рост, это один и тот же сорт. Видите, какой побег? Несмотря на то, что вот эта тонюсенькая. Здесь прошлогодняя древесина, но она все-таки толще. Ну, вы видите, какие маленькие почечки? Они катастрофически маленькие. Поэтому оставлять тут даже две, ну, будет глупо. Но будет опять вытянуться такие же тоненькие, не факт, что вызревут. Поэтому убираем. Оставляем, либо ту, которая вот здесь нам нравится, ближе у корня. Они приблизительно такие одинаковые. Это явно плохая, убираем. Но мне больше нравится вот эта вот почечка. Она как-то, ну, потолще, чем все остальные. Поэтому убираем вот эту, убираем вот эту и оставляем одну. Все. То есть, ну, две оставлять было бы бессмысленно. Вот еще одна второгодочка. Это тот же сорт, который вы видели в предыдущем случае. Реформу пересаживаю, чтобы было у меня несколько кустов. Вот прошлогодняя древесина. Смотрите, классика. Два побега. И они одинаковые по размеру. Есть чем сравнить в предыдущем случае? Ну, я думаю, что есть. Особенно там, где мы видели много мелких почечек. То есть здесь уже, по крайней мере, более, ну, такие более-менее развитые побеги. И классический случай. Оставляем их два. Так они у меня пусть растут. А уже на следующий год будем смотреть, сколько почек оставлять в зависимости от роста. По осени обязательно покажу, что мы дальше будем с ними делать. И, наверное, обратили внимание спонбонд. То есть тоже я хочу, чтобы мои саженцы, они как-то побыстрее стали расти ввиду вот этой сложной весны. Поэтому я прикрываю спонбондом. Можно прикрыть пленочкой. Ну, чем-нибудь создать какую-то более теплую атмосферу хотя бы на некоторое время. Я думаю, что еще недельки-две я подержу. А дальше уже можно будет все это убирать. Они и сами будут нормально расти. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Ну, помним основные принципы. Если растение плохо вышло из зимы, не отчаиваемся. Пытаемся как-то ему помочь, его прогреть. Чтобы увидеть, живо оно или нет. Это раз. Второе. При формировке и нормировке мы руководствуемся силой роста. Насколько растение сильное. Насколько есть смысл формировать его по классической схеме. Либо отходить от нее. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на видео со схемой формировки. Также будут мои контакты и каталог наших сортов винограда. И до новых встреч. Пока.